Помощники, осторожно, там острый конец. Конец острый. Так, выравнивай вверх трубочки. О, хорошо. Молодец. Молодец. Сейчас я подойду к вам. Принцессу она уже одну вырезала, сама полностью. Теперь вторую вырезает. Вообще-то потом их нужно склеить. Потом вырезать несколько платьев. Мне самое больше нравится, смотрите. Сашуня. Платье. А ну там, мне это вот не мешай. У нас тут каждый занят своим делом. Вот это нравится и вот это. Собальное платье. Да, Анечка, я ей дала задание платья вырезать. Да, мне больше нравится это, чем это. Класс. Она вообще красивая. Ребята пытаются собрать кровать. Кровать пытаются собрать, ребята, вдвоем. Да, Сашуня пытается всем мешать. Ну, бери, только не раскидывай. Не раскидывай, а то мальчики ругаются. Я разбираю вещи постиранные. Все задания. А папа у нас делает кроватки, да? Да. И у всех есть занятия. Да, и у всех есть занятия. Все заняты чем-то полезным. Что-то покажем. А, Аня только что еще рисовала закрытыми глазами рисунок. Вот это Анин рисунок, который она рисовала полностью. Цвета выбирала закрытыми глазами. Разрисовывала закрытыми глазами. Все дело с закрытыми глазами. Расскажи, что это. Это дерево с яблоком. Это облачко. Это с Сашей мы просто нарисовали. Это я нечаянно пыталась облачко нарисовать, но не знала, что я рисую его черным. Солнышко я не знала, что с желтым. Это радуга у меня, но разрисовала только фиолетом. Трава у меня розовая. Саня экспериментирует в рисовании. Да. Хочу просто победить в конкурсе рисования закрытыми глазами. Да, мы хотим устроить конкурс мальчики и девочки. Две команды. Я буду Саней, а папа с Пашей и Темой будет во второй команде. И мы будем рисовать, кто лучший рисунок нарисует с закрытыми глазами. Это Аня тренируется. А мы хочу выиграть. Она сейчас с утра, мы уборкой занимаемся. Здесь у нас еще кровати, вон сейчас буду перестилать. А мы тренируемся, мама нам дала задание. Постилу делать, да, вам задание дала. Она говорит, Аня, ты чего такая хитрая? Она... Они учатся, да, мальчикам уделом. А я тут рисовала, она говорит, Аня, ты что ли, самая хитрая? Сейчас я тебе тоже дам. Задание, да? Да. И дала задание, чтобы она училась вырезать. Она уже давно хотела это сделать. Но как-то они... Видите, игрушки, которые на виду, они чаще играются. Так я им иногда даю такие задания. Ребята, вы этим давно не игрались. А ну-ка, давайте что-нибудь сложите там или сделайте. Вот они... И им интересно при этом, потому что они давно хотели это сделать. Но как-то оно забывается, забывается, бегу, ну... За другими делами. Так что, ну, хорошо. Потом я склею, потом покажешь, какая у меня принцесса получилась красивая. Да. А мы с Борей сейчас смотрим фильм про Колумба. И вот тоже путешествовали вчера все легли спать дети. Мы смотрели кино. И вот путешествовали. Смотрим так. Отплыл он отсюда. Так, плыл сюда. Ага. Вот, где-то здесь на островах он был. Вот, хотим посмотреть, куда же он заплыл. Вот сюда или где-то сюда он пристал к берегу. Вот. Ну, интересно так тоже наблюдать по атласу. Мы с ним путешествуем с Колумбом сейчас. Ну, вот так. Ой. Все, занимайтесь, ребятки. Давай, лёжки почистим. Ой, кака какая у тебя здесь, да? Да? Видите, какая кака. Ой, фу, у тебя какие-то коричневые твоя эта серка. Так, да? И личико нужно пойти умыть. Да, почистили. Сейчас будем тебя умывать, купать. Да? И ногтики подстрижем. И все стернем с ними, да? Пойдешь выбросишь. Выбросишь? Говорит, да. Выбросишь? Говорит, да. Ты же вчера научился. Давай. Говорит, да. Достой на него. Ну, только ты так умеешь, а? Саша. Ой. Как только вид фотоаппарата, все меняется, сразу поведение. Ага. Магазин. Магазин платьев? Да. Здесь показано, как она будет выглядеть. Это витрина у тебя, да? Да. Она смотрит. Это девочка приходит и говорит, я хочу, пожалуйста, вот так, да? Да. И она смотрит, как она будет выглядеть. Здорово. Сама все вырезает. Молодчинка. А у вас как дела идут? Я-то вот в Иркутск собираю, с одеждой собираю в Иркутск. Давайте, ребята, расскажите, как у вас дела, Пашуня. Обхитряем инструкцию, потому что они показывают так, как не подходит. Да, вот, смотрите, здесь показано вот эту сторону и сюда. А мы смотрели так, как не подходит. А они сделают так, как не подходит. Да, они не вмещаются по размерам. Ну, то есть не подходит, невозможно закручить. Сашенька, не раскидывай. И борьбу ведем с Сашей, который так и норовит все винтики разбросать. Да, по комнате? Рассказывай, кто норовит все винтики разбросать по комнате. О, конечно, тебе будет только поиграться. Ну что, и он Тему учит. Тёма расстраивается, потому что у него не получается. Да, Тимофей? Да, только я хочу сказать. Что же хочешь сказать? Петерные обратно потерялись. Ух, нету. А где? Ищите. Сашу где-то обе. Саша где-то терял. А, вот, еще. Еще. Все, нашли? Ну, давай, теперь Паша сделал вот это. Тёма на задаче тоже с помощью Паши сделать еще две ножки. У меня теперь вот это только, только вот эти винтики потом выкрутят. Угу. Хорошо, давай. Под Пашиным руководством, да, Пашуня? Паша, ты мне кажется, что будет лицепил. А мы потом все подкрутим. Ой, вот так, сам подкрути. Мы потом все подкрутим. Вернее, вы подкрутите. Персик. Персик. С ошейничком значит персик. С ошейничком значит персик. А то так, скажи, по-другому тебя не узнать. Не узнать тебя. Да, персик? Не узнать тебя так по-другому. Ай, ты зайка. Мурчащий. Мурчащий котенок. Мурчащий котенок. Мурчащий. Нежный, нежный. Нежный, нежный. Хорошо, все коты не перевередливы в еде. Не перебирают. Едят все полностью, что им дают. Умнички. То есть такие коты, которые то не ем, то не ем. А это только ем и все. А эти молодцы все у нас котики. И персики, желток, и рыжики, малыш. Все молодцы. И все очень нежные. Правда персики и желток немножечко диковатее, чем рыжики, малыш. Но рыжики, малыш, у нас почти уже больше, чем полгода живут. А персики, желток, только вот пару недель получается. Поэтому они привыкнут. Зиму перезимуют с нами. И еще вообще тогда будут нежные и нежные. Вот сынуля принес. И с гордостью поставил кроватку. Нужно закрутить их хорошо. Прикрутить хорошо нужно. Поподжимать, взять отверточку. Хорошо поподжимать, да? Да. Чтобы нет. Ну что, поздравляй. А Пашуня, а где Темочка? Папа убежал? Нет тут. А ну, Тема, а что ты не подошел ко мне? Ты чего не подошел? Вы молодцы! Я уже другое делаю. Ты уже другое делаешь? Так, а ну что это, покажи. А что это ты делаешь? Смеханизм какой-то? Нет, просто чтобы катать. Класс, молодцы. Вообще, такую кровать вместе сделали. Умнички. Ну, Аня накрашает своих тетей. Да, это самое красивое платье мне понравилось. Нашла. А я... Так, как-то оно спадает. Всё, надо вот так раз, и всё. Опа. Ммм, королева. Да, есть это. Это вообще-то принцесса. Принцесса, так? Да, принцесса. Показывай, что ты сделал. Вау. Класс. Да, вот здесь вот, вот тут ближе. Паш, ближе. Сюда идите, да. Вот тут вот. Вот тут купаться. Тапочки снимайте. Стоп, на рукавнике, народ. На рукавнике? Ну, если вы будете заходить по поясу, на рукавнике не надо. Папа, я тут близко. Хорошо, Тём. Я тут, я тут просто... А я боюсь, и вам. Стреляю сейчас камень. Пока их не покупать. Да, малыши. Приехали ещё одни люди. Это помогает... Наши ребята, помогает девочке наполнить бассейн водой. Мы с Аней едем покататься. К лесу. И Паша с нами бегает. Сейчас, выключив аппарат, поедем покатаемся немножко. Устала? Да. Я немножко устала. У нас сегодня 24 августа. Горят леса. Видите, что делается вокруг? Всё в таком запахе. Костра. Дым. Село в дыму. Всё в дыму. Говорят, вокруг Иркутска горят леса. Вот. Поэтому... Да, здесь часто пожары. Ну что? Уже вечер. Поедем дальше? Нет, давай домой. Я уже устала. Мне нужно ещё поработать. Ужин готовить. Хорошо, да? Всё. Поехали. Опа! А Паша бегает за нами. Да. Да. Поправлю всё это время на кубочке. Может, я уже там пойдём? Давай, да. Беги, мы тебя догоним. Ура! Барюнька! Что это такое? Это шедевр. Шедевр. Над которым ты бился столько времени. Это ещё не закончили шедевр. Первая кровать почти собрана. Нельзя её трогать, да? Сказал Боря, что её трогать катериски нельзя. Она поклеена, выставлена по диагонали. Мы сейчас просто перевернём с тобой и выставим обратно. Чтоб низ не закончить, прошить на одной. Дай хоть сниму, покажу. То пока ты их доделаешь. Я говорю, Боря, сегодня я приходила к нему днём. Я говорю, Боря, такие кровати, как с завода, говорю. Да вообще, это ж как нужно вот это... Так, кровати не заказывать. Не заказывать. Как эти, как их, помнишь, ты делал сборники для ягоды? Он тут еле-еле нам выделывает эту кровать. Потом будет сапожник без сапог. Да, с нашими занятостями, только бы он их доделал. Потому что сейчас предстоит... Ой, мы как подумаем, сколько ещё всего предстоит. После детских нашу нужно будет делать. Потом тумбочки, потом... Ой, короче, это много-много всего. Дай хоть так покажу. А вот это то, что он покупал. В жизни за кадром мы показывали трубочки с этими. С арматурами. Вон целое ведро стоит. Нарезанное, да. Приблизь. Так, есть, вон. А это два молодца. Красивых и работящих. Которые крутятся вокруг папы целый день, вьются вокруг него. И всё ему подают. И они уже тут, наверное, всё знают, да? Знаете уже всё? Да. Ну всё, сейчас будем помогать папе. Это Боря меня позвал. Говорит, помоги мне перевернуть кровать. В чем? В эту сторону. Вот так, да. Вот так переворачивай. Да. Взяла? Да. Поднимаем. Ещё выше. А теперь крутим. Опа. Опа. Ох, она тяжёлая, слушай. Так, а выставляем где-то здесь. Ставим по меткам. Ну, ты свои по меткам. Ты не можешь делать. Вот внутренний восторг. Отсюда. Давай. Поставил? Вместе тринадцать. Как там? И там нажимай, да? Вместе тринадцать. Вместе тринадцать. Всё? Да. Всё, я домой работать. Спасибо. А вы здесь занимаетесь, мальчики. Хорошо вам проводить время. Короче, такого ещё не было. Послали меня... Фонарик падает. Послали меня... За кабачками на огород ночью. Хоть на свой огород пропало. Так. Сейчас пойдём искать. Ничего не вижу. Если вы что-нибудь видите, я ничего не вижу. Да, картошка наша. Значит, на свой огород попал. Так. О! Это что такое у нас? Это у нас тыква. Собака лает. Ну-ка. Это что у нас такое? О! Ещё одна тыква. Но это не кабачок. Здесь тут кабачки. Это всё тыква. Сейчас пойду искать кабачки. В общем, пойду-ка я. А то сейчас упаду. Ну что, муж, нашёл кабачки? Вон, смотри, какие. Как ты там? На тыквы натыкался? Чё кабачки? Увидима. Чё кабачки не снял-то? Потому что у меня только две руки. Если бы у меня было три руки, то я бы однодержал фотоаппарат, другой бы держал фонарик, а третий и ногой срывал бы. Тебе явно надо было по четыре руки. Так. Это предыдущие наши кабачки. Они перезрели. А вот вот этот сирь только что он сорвал. Хороший. Смотрю, на тыквы натыкаются. Сейчас мы их будем использовать. Нам они нужны для пастилы. Глаза лучше смотрят, нежели через объектив камеры. Там вообще совсем ничего не видно. Хороший. У нас начинает свистеть фиалка, которую Аня посадила, вот эту новую. Вот фиалка, которую Аня самую первую купила. Вот она уже цветает почти. Очень долго цветла. Наверное, на месяц цветет точно. А вот это уже ее, как сказать, отросточек такой. Видите? Тоже начинает свистеть. Ну, которую вот она пересадила, самые первые. Здравствуйте, дорогие друзья. Жду знака от Тани, что кивок головы я снимаю, а она такая на меня смотрит, и говорит, ну, что ты молчишь? Хорошо. Пришли к нам посылки, пришли письма. Сегодня 28 августа, вчера пришли, 27. Да, значит, пришло с Барнаула. От кого? Тру... Какая-то ВА. Простите. Не могу разобрать. В общем, с города Барнаула. Но кто отправлял, поймет, да? Письмо какое? С города Черкассы, Украина. Говорите от кого, да? От Сергея. От Сергея. О, да, имя буду говорить. Имя, да, кто отсылал, он поймет. Значит, с Москвы от Вагифа. От Вагифа. Ифа Данит. Попросили сказать им. От Татьяны город Сумы, Украина. Так, от наших друзей из Германии. Да, это наши хорошие друзья отправили эту посылку. Мы с ними часто созваниваемся. Спасибо вам, ребята. Мы уже часть знаем, что там внутри. Да, кстати, мы не будем открывать посылки, как обычно. На это есть несколько причин. Я знаю, что многие расстроятся, но мы приняли такое решение. Есть на это серьезные причины, поэтому мы просто будем говорить, сообщать, от кого пришли посылки, чтобы те люди, которые отправили, убедились, что они дошли. Да. И также сама письма, ребята. Мы читать, ну, я, наверное, письма потом отдельно поделюсь. Потом. Мы просто сообщили, от кого пришли. Давай. Значит, город Омск от Арианны, письмо. Город Красноярск, от Коли. От какого Коли? Пономарев. Угу. Что могут это? Город Черкесск, от Дианы. Какой? Лукьяновой. Ну, Диан много, а потом будут думать, от какой дошло, не дошло, их письмо. Самарская область Сызрань. От Алины. Угу. Ну, вот так вот. Да, много всего приходило. Ребята, будем открывать, сейчас распакуем, я чуть попозже поделюсь, почему, как, что. Я в опилках тут. У меня, наверное, я отдельное видео на эту тему сниму, по поводу скайпа, по поводу посылок, по поводу писем, потому что, ну, чтобы здесь не это. Ну, пока что мы просто показали, от кого пришли. Спасибо вам огромное, обязательно прочитаем, откроем. Все. Пока. Опа. Вот такие мне покажут. Ребята вернулись домой. Анюточка. Да. Пашенька. Она суждала, еще три письма покажу. Значит, пришло письмо от Гермаковой Светланы Ивановны, Грачева Карина и Скуратова Владис... Влади... А, Скуратов Владимир. Вот. Мы их прочитаем обязательно. Вот у нас еще видите, сколько писем. А эти завтра отправим. Ну, покажем, кому будем отправлять. Ну, вот так.